Главное отличие нынешней избирательной кампании от выборов 2014 года – новая избирательная система. Было 4 округа, 4 мандатных, было 16 депутатов. Теперь одномандатные округа и их 15. Чем это выгодно для жителей Десногорска? Выгодно у каждого избирателя, будем так говорить, округа, свой кандидат, к которому ты пришел со своими проблемами. А не искать из четырех кого-то одного. Участвовать в выборе депутатов могут только жители Десногорска, достигшие 18-летнего возраста. Чтобы проголосовать, нужно лично прийти на свой участок с паспортом. Впрочем, члены комиссии могут приехать к избирателю и домой. Но это только для маломобильных граждан. Еще одна отличительная черта нынешних выборов – возможность проголосовать досрочно. Правда, сделать это можно по уважительной причине, например, отпуск или командировка. Единый день голосования в Десногорске – 8 сентября. Но проголосовать досрочно можно уже с 28 августа. Вот в таких избирательных участках. Всего их в городе 15. Для этого от избирателя потребуется только паспорт. Избирательные участки расположены в социальных городских объектах. Это библиотеки, школы и другие образовательные учреждения. Пришел избиратель на наш избирательный участок. Мы проверяем паспорт, сверяем со списком, смотрим обязательно, устанавливаем его данные, регистрация. Данные избирателя вносятся в общий список голосующих. И вот бюллетень уже в руках. Для приватности процесса в каждом участке стоят вот такие кабинки для голосования. Где он голосует, после выходит, складывает свой бюллетень и бросает в переносной ящик. Выборы депутатов городского совета Десногорска пройдут 8 сентября. Избирательные участки будут работать с 8 утра до 20 часов вечера. Олег Соловьев, Андрей Прохоров, Десна ТВ